Сейчас мы в дом попасть не можем, так как все ворота уже замерзли. Мы перевозим через забор. Забор раньше был двухметровый, сейчас мы его перешагиваем и заходим во двор, чтобы посмотреть. На весь ужас, который здесь творится. Территория дома превратилась в один сплошной каток. Ледяные оковы со всех сторон крепко оцепили жилой дом. Глядя на этот кадр, ощущение, что поток воды, который лился рекой из окна жилища, заморозили словно по щелчку. Все затоплено, гора затоплена, баня затоплена, все приусадебные постройки. Не зайти уже и в этот дровяник. Лед своей высотой достиг почти самой крыши. Сотрудники администрации городского поселения экстренно выделили технику и рабочих. Вывезли пять машин с дровами. Это мы успели большую часть вывезти, но там еще, да, подо льдом треть дров. Сейчас супруги Балагуровы живут в съемной квартире и переживают, что в родном доме многое, что пришлось оставить из нажитого имущества. Пришлось оставить нам кухонный стол, кухонные стулья, холодильник, кровать, диван и прихожую. Для нас это был большой шок. Представьте, нам пришлось выехать всего за один день, меньше суток. Мы вывезли все, что было нажито годами. Здесь мы проживали восемь лет. Ну, конечно, вклады было вложено много сил, много средств в этот дом. Аварийно-спасательные работы на территории городского поселения Сретенская не останавливаются. Всего от природной стихии в населенном пункте пострадали около четырех километров дорог местного значения. Самые сложные участки – те, где по-прежнему течет безымянный ручей. Это улицы Забайкальская, Нагорная, Пионерская и переулок Альянский. Однако самые большие наледи продолжают кипеть на ручьях Филиппиха и Деревчиха. Вверху последней сконцентрировано примерно 20 тысяч кубометров льда – ручей Филиппиха. В середине января выход воды на нем начал угрожать здешнему мосту. В зоне риска оказалась улица Луначарского. Аварийная выемка льда была проведена длиной в 240 метров. С помощью экскаватора лед из русла сформировали вот в такие валы. Получилось свыше трех тысяч кубометров льда. В настоящее время эта выемка на полтора метра глубиной и шириной 5-6 метров залита этой водой. Вот формируется опять же мерзлотное пучение. Требуется вот еще работы для того, чтобы этот лед скалывать, потому что исток родники выше вот этого места. Таким образом, проделанная работа защитила рядом находящиеся улицы от водяного напора. Тем не менее, вода продолжает снова заполнять канавы. Местные жители сетуют. Начинать борьбу необходимо было как можно раньше. Справедливо отметим. Представители администрации городского поселения делали все возможное. Работа велась непрерывно. Только устранили старые наледи. Моментально появились новые. К примеру, на одном только участке Южные ворота по улице Луначарского наледи устраняли целых три раза. Пока ждали финансовой помощи из краевого бюджета, залезли в долги. Подрядчикам тогда задолжали порядка двух миллионов рублей. После того, как наледи стали перехлёстывать проезжую часть дорог, деньги все же выделили. Всего город на эти цели получил порядка 11 миллионов рублей. В настоящее время наледи эти слились, разрослись. И если мы до декабря фиксировали просто адрес, где они выливаются, эти около 87 адресов, то сейчас этих наледей на территории города порядка 15. И самая маленькая из них – это по 5-6 тысяч кубометров льда лежит, который на верхних частях над городом. И если бы не эти работы в декабре аварийные, то сейчас бы город был перекрыт наледями в 5-6 местах. Потому что сохраняется риск как раз вот перекрытия улицы Луначарской, она основная, эта улица. Это как раз, она её пересекает в русло деревчихи, там ещё есть переулок Южный, там тоже наледь копится. Но вот сейчас без дополнительных средств для того, чтобы дать выход вот этой воде в пойму Шилки, без дополнительных средств не обойтись. На уборку наледей из жилых кварталов необходимо ещё порядка 10 миллионов рублей. Иначе под угрозой частные домовладения и дорожные сети города. А пока сами сотрудники администрации городского поселения с обычной лопатой в руках продолжают бороться с ледяной стихией. Анжелика Панибрашина, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ